МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, вы правильно сказали, что с 1 нояря 2015 года Россия приняла закон о налоговых льготах для индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения и по патенту. Такое право дано было субъектам Российской Федерации. Мы отработали закон в Красноярском крае. С 1 июля он работает у нас на территории Красноярского края. И то оживление, и та инвест, привлекательность региона за счет принятых решений, она возрастает. Предприниматели возвращаются в дело. Вы помните, какой большой отток бизнеса, особенно небольшого, индивидуальных предпринимателей, был с поднятием страховых взносов в предыдущие периоды. И была большая дискуссия. И ставок по налогам, и в том числе и ставок по кредитам тоже поднять. Это не самое интересное. Да, поэтому взвение той цепи, которую привели к оттоку. И сейчас те усилия, которые предпринимает губернатор края Виктор Толоконский, законодательное собрание Красноярского края, они, конечно же, направлены на то, чтобы вернуть и дать условия для индивидуальных предпринимателей, чтобы они занялись своим делом. И, в общем-то, та ставка налога на прибыль ноль и работать без налога в два налоговых периода, это в течение двух лет, это очень существенная поддержка предпринимательства. Реальная, которая сегодня дает первые результаты. В бизнес возвращаются люди. Несколько сот человек уже зарегистрировались в этом году, вот вы спросили. И, конечно, мы ожидаем основную работу в этом направлении предпринимателям в 2016 году, потому что налоговый период начинается с 1 января. И за полгода еще не успели предприниматели оценить все преимущества этой льготы, которую предоставляют. И сейчас как раз подходит период, когда будут, я думаю, люди брать патенты, будут регистрироваться. Ну а к 2020-2021 году посмотрим, какие эффекты нам принесло это налоговое послабление, это налоговое послабление для предпринимательского сообщества. Но важнее всего, что люди, вернувшись в бизнес, или придя впервые, они имеют возможность сегодня в этих экономических условиях достаточно благоприятно развиваться. И если опять ссылаться на нашего губернатора, он сказал, что условия изменились навсегда. Вот в этих реалиях, в этой ценовой политике курса рубля, цен на нефть, на цветные металлы, мы будем с вами жить. Это нужно принимать как реалии жизни и к этому относиться. Конечно же, это для предпринимательского сообщества послужило сигналом для анализа, как выстраивать свое дело, бизнес. И вот эти законы и иные решения, которые принимаются на уровне правительства, губернатора края, законодательного собрания, они направлены для того, чтобы вот эти реалии жизни, ну, скажем, смягшировать воздействие, может быть, внешних факторов на развитие предпринимательства в Красноярском крае. Вот в понедельник губернатор Красноярского края Виктор Толоконский как раз обратился к таким программным заявлением и к членам правительства, депутатам законодательства, главам краевых организаций, краевых предприятий, где поделился своим видением развития ситуации в 2016 году и вообще какие основные задачи стоят перед краем. И выкуривать экономический блок. Перед экономическим блоком поставлены тоже большие задачи. Это, во-первых, получить инвестиционную привлекательность региона, при том, это еще раз было подчеркнуто, и, во-вторых, увеличить доходную часть бюджета. При том, это было сказано очень даже так конкретно. Если еще в прошлом году это было сказано как, ну, я скажу, не предположение, а как вот такое хорошее пожелание, то теперь это уже, насколько я понимаю, носит уже не пожелание, а такое достаточно весомое указание. Не декларативное, а установочное. Да, установочное. Да, совершенно точно. Потому что вот за этот год мы приросли в бюджете на 21,5 миллиарда рублей. В общем-то, действительно... То есть потенциал есть. Потенциал есть, но это потенциал того совершенствования управленческого ресурса, которым очень хорошо управляет наш губернатор и представитель правительства. Вот это очень важно отметить, что это не просто так. Вот здесь обстоятельства какие-то вмешательства. Нет. Это именно были те управленческие решения, работа с экономическим блоком в том режиме, который позволил получить эти доходы в бюджет. Поэтому много задач поставлено по оптимизации управления, не снижая доходов в бюджет, не снижая программ, программ социальных особенно, не снижая заработных плат, увеличивая их. Но тем не менее, программа антикризисная будет в ближайшее время представлена населению Красноярского края, журналистам, для чтобы посмотреть, какие точки наиболее слабые и где наши усилия будут особенно точные, точечные, ну, направленные. За счет чего можно повысить, скажем так, инвестиционную привлекательность региона? В первую очередь за счет... Чтобы сюда деньги потекли. Да, за счет благоприятного отношения к предпринимательству. И неважно, это отношение, которое мы декларируем всегда и на Красноярском экономическом форуме, на котором мы в ближайшее время будем показывать преимущества нашего региона. Но самое главное, это работа, командная работа всех органов власти. Исполнительной, законодательной, судебной. И вот вы видите, что в Красноярском крае сейчас очень такая благоприятная атмосфера создана, создается. И именно поэтому предприниматели вкладывают средства. Если по России сегодня идет большой спад инвестиций в регион, то у нас с вами около 400 миллиардов рублей в этом году. И не только крупных компаний. Я хочу сказать, когда Виктор Александрович спрашивает, он четко спрашивает. Крупные компании, понятно, они вкладывают в модернизацию, это тоже хорошо. Потому что за счет инвестиций крупных компаний живет и средний бизнес, и там даже до малышей доходит. Но есть и инвестиции реального сектора экономики, людей, которые в этом работают. В Березовском районе вот только что около полумиллиарда рублей вложено в новый санаторно-спортивный комплекс. Мало кто об этом знает, но скоро будут открытия. Комплексы, о которых неоднократно мы говорили, это инвестиции в сельское хозяйство уже сегодня. Птицефабрики, которые начинают строиться, это тоже инвестиции. Ну и еще ряд бизнес-проектов, которые лежат именно в реальном секторе экономики. В сельском хозяйстве, в услугах. Я хочу сказать, что по налоговым и льготам, то, что мы с вами говорили, мы расширили перечень по бытовым услугам, перечень, который может применять систему ноль налогов. Это 18 видов и около 44 направлений видов деятельности в сфере услуг. Это тоже сфера, которая в структуре экономики сейчас еще не дозанята. Ее нужно выращивать. Вы упомянули уже Красноярский экономический форум. Сейчас уже открыта регистрация, уже началась работа по Красноярскому экономическому форуму. Все-таки основная цель, на ваш взгляд, Красноярского экономического форума будет какова? Вот в этих экономических условиях, в которых мы сейчас существуем. Вот что бы ни происходило сегодня, как же человек, специалисты, эксперты, власть видит образ будущего? Наши люди должны понимать, куда мы стремимся, в каком направлении движемся. И темой форума правительством России была принята именно стратегия 2030 на основе той стратегии, которая разрабатывается в Красноярском крае. А как мы будем это исполнять? Институты, инструменты, ресурсы, которые нужны для этого. Красноярский экономический форум будет заточен под то, чтобы вот там найти вот эти контакты, найти вот эти инвестиции, найти вот этих вот людей, которые согласны будут в Красноярский крае вкладывать деньги. Ну, знаете, иногда говорят, а что нам дает Красноярскому краю Красноярский экономический форум? И мы всегда доказываем о том, что мы подписываем соглашение об инвестициях. Конечно, эти соглашения прорабатываются весь год. Конечно, они готовятся. И, конечно, они показываются на форуме. То есть, но форум, как площадка, инвест-привлекательности нашего региона играет важнейшую роль, где идет открытость, встреча, разговоры с губернатором, разговоры с депутатским корпусом, разговоры с министрами напрямую, и не только региональными, я имею в виду других регионов Сибирского федерального округа, страны, но и с министрами федерального масштаба и уровня. Мне кажется, вот отсюда исходит тот сигнал предпринимательскому сообществу о нашем желании их видеть у себя на территории. Поэтому у всех в России, у многих, ну, большинство инвестиций были снижены в 2015 году, у нас сумма увеличена. То есть мы приросли по инвестициям на несколько десятков миллиардов рублей. Это очень важно в этот период времени. Поэтому мы надеемся, что и подписанное соглашение в 2016 году по инвестиционным нашим проектам, они также будут не снижены, а увеличены. И вот в конкурентной борьбе территории инвест-привлекательность, конечно, зависит от тех условий, которые мы здесь создаем. Для нас это важная площадка, показать себя, заключить договоры и поработать с инвесторами. Виталий Александрович, а вот как у нас с зарубежными компаниями сейчас складываются взаимоотношения? Ведь есть санкции и со стороны европейских стран в отношении России, есть и наши санкции, допустим, в отношении тех же, допустим, турецких компаний. Как мы сейчас сотрудничаем? На прилавках наших магазинов мы видим, что товар изменил адрес. Качество продукции, ассортимент, мне кажется, не очень изменился. То есть турецкие товары заменены. Но с точки зрения товарооборота, с точки зрения качества продукции мы не пострадали. И минимальные какие-то, может быть, издержки в этом плане несем. Но хочу сказать, что по товарообороту цветных металлов, леса, мы объемы сохранили. Со всеми нашими европейскими партнерами. И экспорт, импорт сохраняется по объему на том же уровне. Вот в целом. По ценовой политике здесь зависит от многих факторов. Я бы даже ценовую политику не стал. Где-то спекуляция происходит, где-то цены падают, поднимаются. Их я бы не стал сравнивать. Объемы сохранены. Экспорт и импорт. Это тоже для нашего Красноярского края особая ситуация относительно других субъектов России. Мы сохранили стабильность в этих отношениях. Спасибо большое, что были у меня в гостях. Мы беседовали с заместительным представителем правительства Красноярского края Виктором Зубаревым. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok